Добрый день, с вами Михаил Маркин. Сегодня мы с вами в минутку никак не уложимся, потому что вот почему. Вы, наверное, все знаете, что у меня есть телеграм-чат, в котором мы и группа энтузиастов общаемся на тему парфюмерии, обсуждаем ароматы, я там делаю анонсы. И самое главное, у нас есть там такая рубрика, как парфшеринг, когда можно ненужные отливанты для вас поменять на другие ненужные отливанты у кого-то другого, на бесплатной такой добровольной основе. Что-то ненужное на что-то ненужное. Штука удобная. И эту тему лидирует моя подписчица Ольга, которая сидит в чате довольно активно и выкладывает туда много объявлений. Я ранее анонсировал рубрику, по которой обещалось выкладывать интересные обзоры на парфюмы. И Ольга прислала мне описание парфюма, которое она себе недавно купила. И я решил этим воспользоваться и купил себе его тоже, но, конечно, отливантом. Потому что есть подозрение, что он женский, и поэтому мне как-то женские ароматы носить не к лицу, поэтому я себе взял маленький атомайзер. А теперь давайте посмотрим быстренько ее обзор. А потом я его сделаю за тест и скажу свое мнение. Приятного просмотра! Друзья, добрый день! Сегодня хочу рассказать вам об аромате, который мне приехал из Хабаровска. Я очень хотела после затеста в Литуале его приобрести. И вот приобрела остаток во флаконе. Хочу вам показать сначала, как выглядит упаковка. Значит, рукав снимаем. Так, значит, у нас с вами бренд Goldfield & Banks из Австралии. Это золотая коллекция. Один из ароматов. Силки Вудс. Вот такой у нас золотой флакончик. И здесь открыточка. Какие здесь ноты? Давайте прочитаю. Здесь вот написано сзади на рукавчике. Значит, то, что у нас с вами агаровое дерево, выращенное в Австралии. Также добавлено у нас с вами значит, мягкое, экзотическое ваниль. Листья табака. Также здесь добавлено шафран, иланг-иланг, и сандаловое дерево. Ну, аромат очень мягкий, действительно. Здесь тоже написаны ноты. Крышечка похожа на деревянную. Распыление прекрасное. Держится не может быть так долго, но как я уже рассказывала в нашем Телеграм-сообществе, оперу Аида выдержал. Все, друзья, очень рекомендую к покупке. Ну что ж, пшикаем Голдфилд Эбэнкс, Австралия, Силки Вудс, на мою многострадальную руку. Ну, знаете, друзья, на самом деле не такой уж он и прям женский. Точнее как. Есть такой известный парфюм называется латафа рахба. И вот если эту латафу рахбу смешать с таким сгущенным молоком, то, в принципе, получится вот этот вот Голдман. Деревяшки, сгущеночка, но не слишком сладкая. Немножко есть такой вот удовой копчености. Ну, понятное дело, уд здесь не настоящий, а смоделированный, причем именно в области такой копчености. Медицинскости, стоматологии здесь вообще говоря, нет. каким-то кожаным, вопреки мнению на фраге, там, многих я бы не назвал, поэтому, кто ищет здесь кожаный аромат, это, в принципе, мимо. Я, честно говоря, нюхаю, и эту кожу способен разве что как-то себе нафантазировать. А вот сливочные деревяшки со сгущенкой, ну, как бы, за милое дело. И, в принципе, вполне себе унисекс. Ну, опять же, если вы любите гурманику. Особой табачности тут тоже, в общем-то, нет. Ну, и, слава богу, нет шафрана, который там был в нотах заявлен. И, в принципе, в большей степени я бы порекомендовал, наверное, таким самодостаточным женщинам лет так за 30, которые хотят, ну, что называется, в таком представлении пахнуть дорого. Ну, и пахнуть сладенько, но при этом не скатываясь в пошлые сладенькие ванильки, пошлые китриденцицы и точки и прочее. Это именно такой гурманский аромат, но вот с стержнем. И стержень здесь есть, причем стержень достаточно, я бы сказал, который этот аромат тянет за уши прямо вне секс. Ну, прикольный, прикольный, занятный аромат, но не совсем прям моя такая тема. Просто потому, что у меня есть уже фаворит в сливочных деревяшках, ну, по большому счету мне нравится латаф рахба, вот, это прям мое. А из похожего сегмента по описанию мне нравится тизанторинзи черон, ну, или херон, как его там можно правильно назвать, в большую степень как раз за счет того, что в нем есть вот эта вот пресловутая табачность махорка. Мне прям в нем это цепляет и нравится. Вот такой сегодня получился занял дня, надеюсь, было полезно прекрасной половине. Хорошего дня всем, пока!